Волейболистки Нижегородской Спарты завершили сезон 2018-2019. Заключительная игра проходила на домашней площадке ФОКО «Северная звезда». Спартанки принимали девчонок из Саратова. После победы высшей лиги А Нижегородским волейболисткам выпал шанс на повышение в классе и проходе Суперлигу. Для этого нужно было в переходных матчах обыгрывать Протон. Первые два матча серии проходили в Саратове и там в тяжелейших поединках наши девушки уступили соперницам из Суперлиги. Дальше серия переехала в Нижний Новгород. Чтобы проходить дальше Спарте необходимо было одержать три победы. И вот в первом же домашнем матче Нижегородки уступили в трех сетах. Он был тяжелым, особенно в его концовке. Мы очень счастливы, что выиграли чемпионат, но в то же время расстроены, что уступили в этих трех играх. Они были очень трудными, особенно последние. Я думаю, что наша команда сделала все, что смогла, но этого не хватило. В целом мы довольны сезоном и спасибо всем за огромную поддержку. В первой партии девушки из Саратова показывают свой уровень и уверенно забирают первые мячи. Счет уже доходит до крупного, но Нижегородки собираются силами и догоняются родовчанок в счете. За счет опыта Протон все-таки забирает первый сет 19-25. Отмечу, что опыт в играх такого уровня и составы Спарты имеет только один игрок – Регина Мороз. Во втором сете Нижегородки набирают свои очки и выходят вперед. Трибуны поддерживают Нижегородок и верят в победу. Но саратовский Протон в этот день был против. За счет быстрых мячей они забирают и второй сет 22-25. Физическая и моральная усталость сказываются на Нижегородках и они уступают в третьем сете 18-25. 0-3 Протон остается в Суперлиге, Спарта – в высшей лиге А. Несмотря на поражение, главный тренер Нижегородок остался доволен сезоном и теперь строит планы на следующий. Много тренировки провели, хорошую работу. Я хочу сказать девкам спасибо много раз. Проблема была, конечно, но исправлялись, исправились и собрали команду и выиграли, конечно. Вышли гуа. Я, конечно, очень доволен. У нас были задачи занимать призовые места, мы с ними справились, но переходные матчи вот эти как-то мы не смогли себя проявить как в должной мере, как мы показывали игры в году, в сезоне. Поэтому, видимо, мы еще не готовы, значит, играть. А в высшей лиге А мы заняли первое место и все довольны и рады этому. Теперь нижегородские спартанки до августа уходят на отдых, чтобы к началу следующего сезона вернуться полными сил для новых побед и новых вершин. В перерыве волейбольный клуб Спарта планирует усилить состав, чтобы еще раз попробовать пробиться в Суперлигу. Тем более, что команду покидает Регина Мороз. Она приостанавливает спортивную карьеру по семейным обстоятельствам. Но Регина обещала вернуться. Желаем нашим спартанкам удачи и ждем следующего сезона. Артемий Котков и Максим Веселов. Время новостей.